Ничто не будет страшно Как пламя, дух святой горит Время славы, раны исцелит Вся хвала небеса Тьма падёт, боль у тёплый вознесён Творца Назови имя превыше всех тьмёв Назови имя ветром и имя болт Небеся захватят мир, звуком славы покоим Назови имя. Назови имя Иисус Словленных собланы, заложника в стыдах Чудеса приходят при имени Христа Твоё вот милосердие льётся, как вода Наполнишь своим светом, когда зовём Тебя Вся хвала небеса Тьма падёт, боль у тёплый вознесён Творца Назови имя превыше всех тьмёв Назови имя ветром и имя болт Небеся захватят мир, звук от славы покоим Назови имя Иисус Словленных собланы, заложника в стыдах Иисус Словленных собланы, заложника в стыдах Страха Божья Иисус, исцеляй Иисус, это сила Иисус, ты есть свят, защита моя Славное Игорь, чудесное Игорь, сильное Игорь, Иисус, Иисус. Назови, Игорь, превыше всех веков, Назови, и на ветров, и на волк. Небеса западят мир, звуком славы, фонари, Назови, и на Иисус. Назови, Игорь, Иисус, Назови, и на Иисус. Дорогие друзья, приветствую вас и хочу пригласить вас просмотреть программу «Последнее время». Я знаю, что Господь что-то будет говорить к вам сегодня. Откройте свое сердце, будьте предельно внимательны и наслаждайтесь посылаемым Словом Божьим к вашей жизни. Да благословит вас Господь. Увидимся в конце этой программы. Ну что, друзья, давайте обратимся к Священному Писанию. И первое место, от которого мы оттолкнемся, это книга к Галатам. Послание к Галатам, святого апостола Павла, который говорил такие интересные слова верующим. Именно это послание к верующим. Не для людей, которые еще не знают о Боге, а к людям, которые действительно проходят свои, скажем так, испытания в жизни, искушения и соблазны. И вот что говорит апостол Павел в пятой главе седьмого стиха. Вы шли хорошо, но кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение, не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Давайте остановимся и выделим несколько важных мыслей. Апостол Павел говорит, что когда галатийские христиане, или христиане Галатии, да, город такой Галатий, они начали свои отношения с Богом, то в самом начале их жизненной карьеры, если можно так выразиться, во Христе, они прилагали очень хорошие, как бы, большие способности и показывали хороший результат. То есть он говорит, вышли хорошо. То есть, знаете, это как оценка, когда спортсмен приходит к тренеру и говорит, ну как сегодня я на тренировке? Он говорит, сегодня было классно, сегодня хороший результат. Он показывает показания секундомера, говорит, сегодня ты пробежал классно, проплыл хорошо, сегодня ты взял хороший вес и все, все, все. Но бывают моменты, когда после хорошо, почему-то показатели падают в минус, да, или идут как бы по наклонной вниз. И вот знаете, апостол Павел, он родил эту церковь. Он знал каждого из людей, которых словом благовествования Бог позволил ему достигнуть Евангелия. Он знал практически все фамилии, имена, то есть он не был чужим для них. Он, не знаете, просто такой кочевный проповедник. Приехал, проповедовал, уехал, а что там с ними, неизвестно было дальше. Он был их отцом. Он говорит, у вас может быть множество наставников во Христе, да. Сегодня столько людей, советчиков. Мы когда-то жили в стране советов, поэтому научились советовать друг другу вагон и тележку, можно услышать разных советов. Но апостол Павел не был просто советчиком или каким-то дежурным проповедником. Он знал эту общину. Он знал каждого из них. И он говорит, вы хорошо шли, потому что когда я, Бог через меня спас вас словом благовествования, я стал вам духовным отцом. И мое сердце радовалось, когда вы, вот знаете, из маленькой бэбички во Христе возрастали. Возрастали. Это же радость, да, когда бэбичка не осталась бэбичкой. Уже год прошел, она мямлит, не разговаривает, остается в том же самом. Наоборот, каждый месяц бэбичку измеряют вес, рост, объем головки, то есть, ну вся эта, знаете, тема, она уже немножко мне стара, уже дети, внуки. Ну я еще так, воспоминаниями, да. И каждый раз, когда мы приходили в поликлинику, там, к нашему, там, врачу, они говорили, хорошо развивается, хорошо кости там формируются, мышцы там, шейку держат, хорошо, радость. А представьте, когда все останавливается, это серьезный сигнал, да, это проблема, и нужно что-то срочно делать, чтобы процесс не остановился. Кто понимает, о чем я говорю? Так и во Христе Иисусе, друзья, ведь мы должны понимать, что Бог радуется, когда ты и я возрастаем в Боге, а не топчемся, не буксуем на месте. Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вы еще все топчетесь, все не поймете, верить, не верить, доверять пастору, не доверять. Это говорит о духовном младенчестве. И поэтому Бог говорит, поспешим к совершенству, давайте забудем какие-то мелочи, какие-то второстепенные вещи, и начнем мыслить уже как взрослые христиане. Сегодня Бог дал судьбу этого города в наши руки. Сегодня Бог ожидает от нас, мы пели и говорили сегодня, да, что Он хочет через нас действовать, через нас влиять, через нас. Если мы откажемся, у Бога просто нет другой кандидатуры. Только дети Божьи могут исполнять волю Небесного Отца. Все люди, которые безбожники, они не могут, они бы и хотели, но они не могут, они не Его народ. Бог не может через них действовать, потому что они служат другому Господину. Скажем на это аминь. И в это время, да, когда церковь бездействует по причине младенчества, по причине того, что они не понимают какие-то глобальные вещи. Посмотрите, сегодня мир как будто сошел с ума. Сегодня такое происходит, что никогда в страшном сне невозможно было представить, что сегодня творится вокруг, по всем континентам, по всем практически странам. И, знаете, в это самое время, это преступление, когда мы не хотим, ну, в стрелости. Потому что Бог детям не доверяет каких-то серьезных вещей. Скажем на это аминь. Ребенку мы ведь не доверяем нож или спички, или еще какие-то предметы по причине его возраста. Ну, как только этот же бэбичка станет самостоятельным и взрослым, да без проблем, возьми, папа, дай проехаться на автомобиле. Сколько лет? 18. Возьми. А даже в 15 лет я не доверю ребенку. Почему? Потому что это не его возраст. Вы согласны со мной, церковь? И мы говорим уже на протяжении последних нескольких месяцев о том, что нам всем надо возрастать в Боге. Забывая заднее, младенческое, какие-то, знаете, детские штучки. На кону судьба этой страны. Каких правителей мы вымолим, такие нами и будут править, друзья. И когда сегодня на кону судьба грядущих поколений, друзья, нам нельзя расслабляться. Потому что венчает не начало, венчает конец. Именно по тому, как мы закончим свой земной путь и как мы, в каком состоянии, я люблю это говорить, мы предстанем пред Богом. Либо когда мы к Нему первые придем, либо когда Он придет к нам. Мы не знаем, что быстрее произойдет в твоей и моей жизни. Вот то состояние определит степень твоей награды. Потому что можно идти хорошо. Можно вначале, движимым первой любовью, горы переворачивать. А потом под конец, знаете, сдулся. Шарик, который был такой гелием надутый, такой красивый, летящий. Потом почему-то превратился в какое-то жалкое, такое резиновое извращение. Знаете, мне понравилось, я смотрел современный перевод вот этого, галатом пятой главы. И мне так сильно впечатлило. Хочу с вами поделиться. Смотрите. Здесь интересно сказано. Вы смотрите пятая глава седьмого стиха, как в синодальном звучит. А я буду читать современный. Пять-семь. Галатом пять-семь. Вы бежали хорошо. Так кто же сбил вас с пути и помешал вам быть послушными истине? Подбил вас на это, безусловно, не тот, кто призвал вас. Помните, что немного дрожжей заквашивает все тесто. Наша с вами жизнь в уединении с Господом вселяет в меня уверенность, что вы не будете думать по-другому. И тот, кто ввел вас в заблуждение, понесет свое наказание, кто бы он ни был. Тема моей проповеди называется «Что сбивает нас с пути?» Что же сбивает нас с пути? Ведь мы ничем не отличаемся от христиан Галатии, которые тоже вначале шли хорошо, вначале все было прекрасно. Они хватались за брошенный спасательный круг. Все не предвещало никаких изменений, но, к сожалению, кто-то или что-то их сбило с пути. И вот, знаете, в моем сердце есть желание поделиться теми вещами, которые сбивают нас, как верующих людей, с пути. Потому что Библия говорит, если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Никогда нельзя быть самоуверенным, никогда нельзя быть, знаете, в расслабленном состоянии. Да я уже столько в Боге, да я уже столько в церкви. Все правильно. Я верю, что чем больше ты пребываешь в Божьем присутствии, это очень хороший показатель. Но это не полнота всего. Это не полнота. И иногда поступки, которые больше говорят за количество лет, проведенных в церкви, они как бы совершенно другую картину показывают. Совершенно слова и дела, количество лет, проведенных в Царстве Божьем и реальные поступки в экстремальных ситуациях, это что-то разное. Кто понимает, о чем я говорю? Потому что иногда от людей, которые там 20 лет в церкви, мне казалось, что я уже никогда такого они не смогут сделать, потому что так давно они с нами. Писание говорит, они были с нами, но они не были нашими. Мы думали, что они наши, мы думали, что у них все круто, но в какой-то момент они не справились с какими-то скользкими вариантами в своей жизни. И как бы начали красиво, начали за здравие, а закончили за упокой. И всегда возникает, ну не знаю, Бог дал мне это пастырское сердце, которое переживает за каждого человека. Абсолютно. Я всегда интересуюсь, если я кого-то уже не вижу долгое время, я спрашиваю, вы не видели брата, вы не виделись? Я не могу разорваться на тысячу частей. Понятное дело, это не способен сделать никто из людей. Ну, я стою в молитве, я прошу Божию, верни охладевших, отступивших, заблудившихся, возврати, потому что хочется, чтобы не просто вначале у них все было хорошо, а чтобы они дошли до конца. Скажем на это Аминь. Это очень важно, друзья, это, наверное, отличительная черта людей, которые имеют пастырское сердце, пастырское служение. Не просто наемники, их приняли на работу, они служат, а когда приходит волк, они забывают о стадии, убегают, спасая собственную шкуру. Так бывает, к сожалению, да? Но пастух написано, он полагает жизнь за своих овец. Он вступается, как Давид, он даже уже взятую добычу догоняет этого льва, медведя, разрывает пасть и возвращает овцу в Божье стадо. Вот этот момент очень важен, друзья, потому что на самом деле, если так делает Господь, если Он все еще не перестает надеяться, что блудный сын возвратится. Блудный сын растратит имение с блудницами, доест свои рожки в свином ресторане вместе со свиньями. И отец каждый вечер выходил и смотрел, где мой сынок, может быть сегодня он еще как бы уже в пути, разочаровался в этом мире. И это притча о блудном сыне и самое главное, об отце любящем, который все еще не теряет надежду, даже в жизни тех, кто отступил от него. Это говорит нам о многое, это говорит нам о сердце Бога. Я скажу вам, что цель Бога была спасти тебя и меня не для того, чтобы мы заполнили анкету покаявшегося человека и все на этом, план выполнен. Нет, друзья, цель Бога нас привести в свое небесное царство. Не просто выйти из Египта, а войти в обетованную землю. Понимаете, мы иногда думаем, вот просто покаяться надо. Да много званых, но мало тех, кто доходит до обетованной земли. И нам сегодня надо для себя поставить цель, не просто начинать хорошо бежать. Вот знаете, там в Синодальном вы шли хорошо, а в современном вы бежали хорошо. Но почему-то на каком-то круге этого марафонского забега кто-то сбил вас, кто-то повлиял на вас. Этих кто-то, может быть, множество вариантов, может быть, я не смогу все варианты назвать и как бы разоблачить, потому что Библия говорит, что нам не безызвестны умыслы сатаны. Слово Божье нам дает четкую расшифровку, расклад, что может помешать нам идти дальше. Какие люди, худые сообщества развращают добрые нравы. Это вещи, которые действительно написаны не просто так, лишь бы как апостолам. Он встречал в жизни людей, которые начинали красиво, были духовными, были горящими, но потом что-то, влияние этого мира, худые сообщества, худые подружки, болтушки по телефону, худые братьбеди, друзья, соседи. Они почему-то взяли и добрые нравы этого человека, как корова языком слезали, и человек как бы шел-шел хорошо, а потом, фуууу, картина Репина, приплыли называется. Понимаете, мне хочется сегодня помочь вам, подсказать вам на основании Слова Божьего, что есть охота за твоим спасением. Есть охота, которую сатана как бы вышел на охоту, и он, написано, лежит или сидит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он наблюдает. Сатана не беспредельщик, чтобы вот взять и напасть на все стадо, вот просто тупо стадо пасется, и он, ааа, порву, порву, ааа. Он такие вещи не практикует. Знаете, хитрость сатаны в чем? Он лежит и наблюдает. Если какая-то овца начнет что-то там отдаляться от стада, отдаляться, стадо переходит на другую пастбище, а одна какая-то самая умная, самая крутая, самая помазанная, самая самодостаточная, начинает хромать и отставать, отставать. Думаю, да что мне с этим стадом вместе идти? Но вопрос в том, что овцы так и сотворены, что их безопасность только тогда, когда они рядом с другими овцами. Понимаете? Сотворенное животное под названием овцы, а мы овцы Дома Господнего. Овцы не принадлежат пастырю. Послушайте, я вас не приватизирую. И когда говорят, церковь Коновалова, друзья, это неправда, церковь Иисуса Христа. А Коновалов пастух, который помогает овцам состояться. Когда у них рога вырастают, он им напильником пытается как-то их назад туда вогнать. Когда они обросли, знаете, превратились в шерстяную тучу, он берет и срезает эти все локоны шерсти, которые мешают. Мы когда-то видели эту фотографию овца без пастуха, там на каком-то долгое время, это просто вот такая туча, в которой колючек куча, там твердынь в мозгах столько, и она просто двигаться не может, потому что она неухоженная. О ней никто не заботится, ей никто не помогает. Пастух участвует при родах овец, под пастуха пахнут овцами, да, но он не является хозяином овец. И я никогда не претендую быть тем, кому вы принадлежите, абсолютно. Я не хочу быть конкурентом Богу, но моя первостепенная задача помочь вам, объяснить вам на основании прежде всего своего жизненного опыта, донести, что такое хорошо, что такое плохо. И иногда, когда тебе говорят правдивые вещи, не воспринимая эту критику, что вау, я не хочу этого слышать. Знаете, если ребенка все время кормить конфетами и мороженым, он себе загубит организм. Я понимаю, что морковка, морковь, капуста, буряк, это что-то не очень вкусное и сладкое, но именно эти продукты, они важны для здоровья ребенка. Поэтому иногда нашим детям, давай нам мороженое, пирожное, мороженое, что ты уже скоро снеговиком станешь, если все время тебе давать мороженое. И поэтому и в духовном мире так же вещи. Я понимаю, что есть проповеди, которые нас, знаете, как бы по шерсти гладят. Ой, мы все хотим быть успешными, процветающими, то, другое. Ну, друзья, давайте смотреть правде в глаза, что есть вещи намного важнее, чем просто материальное благосостояние. Намного важнее, потому что есть вещи, которые за деньги просто не купишь. Даже за очень большие деньги. Люди бы этого мира состоятельные, готовы были бы все отдать за то, что мы имеем бесплатно. Благодаря смерти нашего Господа Иисуса Христа, Его любви к нам, Его милости. И поэтому не разменивайся на все эти вещи. Иди до конца. Не позволь чему-то сбить тебя с дороги. Повернись соседям справа и слева. Скажи, не позволь чему-то сбить тебя с пути. Не позволь, пожалуйста, не позволь. Сатана объявил охоту. Сатана пытается выглядеть, как ангел света. Но его цель – украсть, убить и погубить. Украсть наше спасение. Украсть какие-то вещи, которые Бог нам подарил по благодати и милости. Скажем на это аминь. Друзья, мы подошли к самой финальной, самой важной части этой программы. Когда я хочу предложить вам совершить вместе со мной молитву покаяния. Эта молитва навсегда изменит всю вашу жизнь. Если вы это скажете от всего своего сердца, Господь войдет внутрь вас, и вы станете другим человеком, новым творением во Христе Иисусе. Закройте свои глаза и повторите своими устами эти простые слова молитвы. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к тебе в этой молитве через Сына твоего, Иисуса Христа. Я осознаю, что я грешен, и что я нуждаюсь в твоем милости, в твоем прощении. Прости меня за мои грехи. Я верю, что твой Сын Иисус умер за меня и воскрес на третий день для оправдания моей жизни. Иисус, запиши мое имя в книгу жизни. И стань моим личным Господом и Спасителем. Благодарю тебя за это, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, если вы это сделали сегодня от всего своего сердца, произнесли слова Иисуса, как своего Господа и Спасителя, Бог обещал простить все ваши грехи и беззакония. И с этого момента вы стали его ребенком, его детем. И Господь будет уже помогать вам преодолевать ваши трудности и разные проблемы в вашей земной жизни. Я рекомендую вам делать некоторые важные вещи. Первое. Начните молиться своими словами к Небесному Отцу. Он слышит уже любую вашу просьбу и обязательно будет вам помогать. Второе. Читайте Слово Божие, потому что это духовный хлеб, из-за которого вы будете расти в жизни, в духовном понимании этого слова. Третий момент. Найдите поместную церковь. Это семья, которая даст вам возможность укрепиться в вере. Четвертое. Смотрите наши программы. Вы будете благословлены тем, что звучит с этой кафедры. И пятое. Подпишитесь на наши аккаунты в социальных сетях. Вы первыми будете узнавать все, что происходит в церкви Дверь в небо. И также будете наслаждаться проповедями, которые звучат с этой кафедры. Мы любим вас и благословляем. Да благословит вас Господь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова